МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привіт всім любителям спорту. Сьогодні наш тренер Олена Вендерська познайомить вас із таким видом спорту, як сайклінг. Сьогодні ми ознакомлюємося, як взагалі потрібно підходити до сайклу, що це таке. І саме-саме базове занятие у нас проходит якраз именно з ознакомлением. Сьогодні ми якраз представим вам, як це нужно робити. Ітак, сайкл тренування – це високійнтенсивні тренування. І зараз ми з вами почнем розбиратися, як же нужно к ним підходити, що нам потрібно для цього першого робити. Перша – це ми підходимо к самому велосипеду, ставимося близько. Ближайшу ногу ми піднімаємо під углом 90 градусів. По, вот ми видим, шов в середній лині, по шову ми виставляємо сідочку. После чого ми опускаємо ногу, у нас вже сідочку виставлено, а втору ногу, которая у нас здання, ми вставляємо в саму педаль. І затягуємо її, дабы избежать различних травмів в плані випадення ноги. Тепер ми перекидуємо втору ногу через велосипед, і так само фіксуємо втору ногу. І ми починаємо їзду. Ми їдемо исключительно тільки вперед, тянем носок в пол, п'ятка у нас должна бути завжди завжди. Як ви можете заметити, у нас руль знаходиться немного вище сидушки. У нас положення должно бути на 10-15 см, руль више. Це для того, щоб у нас спина сохраняла естественный свій згиб, щоб ми не сквержувалися, в'єржувалися, а ровненько сидели, дабы избежать различних травмів і различних болів в поясниці. Ми стараємося дышати полной грудью, не краткі перерыви, а именно полний вдох, відох. Також у нас є нагрузки. Нагрузки у нас регулируються таким отрічоком. Ми можемо добавляти вправо, на один оборот, це у нас увеличивається сопротивление. Також ми можемо уменьшати. Каждая тренировка у нас проходит з розминки, начиная, коли ми разогреваємо все сустави, все наші связочки, все тело. Після чого у нас іде основна частина, це наша нагрузка. Непосередньо це може бути як під'єм в гору, тобі коли ми увеличимо сопротивление, увеличимо нагрузки, також можна буде робити нагрузки в положение стоя. Це ми вже в дальньшем з вами увидим. Також саме у нас є нагрузки менше. Це коли ми будь-то їдем з горки. Ми дышимо полної груди. Вдох, віддох. Після каждой тренировки у нас происходит замінка, так называємова растяжка. Це для того, щоб наші мисці були більш еластичні, щоб у нас менше було багато різних трепатур і ми себе дуже добре чувствували. Ми робимо вдох, віддох, ще раз віддох, віддох. Замок перед собою, втягуємо ручки, замок вверх, максимально отводимо лопатки назад. І замочок сзади. У нас работает все тело. Тренировка в среднем должна длиться около 45 минут. Из них 30 минут ми їдем на самому велосипеді, а 15 минут – це у нас уходить на то, щоб подобрати для себе велосипед, поставити нужне нам положення. Так же само – це у нас завершаюча ще растяжка. Це включається в 15 минут. Сами, именно 30 минут, у нас тут активна работа. Це йде як на спад, так і на розрастання. Ми зараз попросимо Вікторю немножко увеличити скорость і поработати на максимумі усілий. Як вже говорилось, цикл тренировки – це такі високоінтенсивні тренировки. Ми дышимо полною грудью. Все. Це високоінтенсивні тренировки, і тому, прежде чем почати тренировки, потрібно проконсультирується с врачом. Якщо у вас є проблеми сердечно-сосудистой системи, нежелательні тренировки для вас. Якщо такови проблеми нет і врачи розрешають займатися, завжди, будь ласка. Дані тренировки способствують улучшению кровеносно-сосудистой системи. Хорошо, ми вставляємо темп, роботаємо медленно. Ощущається сразу жара по всему телу, становиться жарко, тушно. Також саме можемо збавити скорость. Також у нас є нескільки положений рук. Як зараз видите, у Вікторії перве положення рук. Також у нас существує вторе положення рук. Третье положення рук. І четвертое, так называемое, спринтерське положення рук. При цьому у нас спина всегда остається ровная, естественный изгиб. Локти мы никогда не кладем. Даже когда у нас спринтерська, мы можем чуть-чуть наклониться больше к рулю. Лопатки мы не сводим. Спинка ровная, но при этом все равно локти у нас остаются на весу. Хорошо, можеш принять сейчас первую позицию. Также очень важно заметить, что во время тренировки нам необходимо с собой водичка и полотенце. Хотя бы потому, что это высокоинтенсивная тренировка, которая настолько сильна, что нам постоянно хочется пить и постоянно мы мокрые. На самом деле как бы это не смотрелось, даже полчаса нам хватает для того, чтобы просто с ума сойти от того, насколько насыщенная тренировка. Существуют еще различные вариации, например, как будто мы едем в гору, нам тяжело на самом велосипеде, поэтому мы можем приподняться. Да, мы продолжаем езду. Стараемся на руль особо не облокачиваться и положение у нас должно быть немножко ближе к сидушке. Всегда спинка ровная. Ногу полностью мы не выравниваем, у нас всегда нога немножко согнута. Работает в данном случае у нас конкретно только ноги, это передняя поверхность бедра и также ягодичная. Хорошо, присаживаемся. Вы можете это ощутить просто буквально 5 минут хватает тренировки, чтобы вы уже хотели слезть с самого велосипеда. Вы можете не только ноги прорабатывать, но и руки. Например, мы можем отжимания делать упор ручками и мы начинаем наклоняться к велосипеду и обратно подниматься. Еще раз наклоняемся, задерживаемся на 4 счета 3 2 1 и поднимаемся и еще раз 4 3 2 1 Хорошо и еще 4 3 2 1 Отлично. Также у нас есть вариации, когда у нас ручки в стороны, в дальнейшем может быть уже даже использование гантелей, но это уже когда у вас немножко повыше уровень, когда вы уже хотя бы минимум 2 тренировки провели с тренером. Потому что первые тренировки это у нас тренировки, когда мы ознакомливаемся, как нужно дышать, как нужно сидеть, как нужно правильно крутить педали, потому что об этом нужно всегда помнить. Даже когда мы отдыхаем, кажется, ручки успокоены, немножко можно потрусить, когда мы даже отдыхаем, мы должны помнить, что мы все равно не нажимаем на педаль, у нас тянется всегда колено вверх, из-за этого у нас носок должен быть вниз направлен не пятка вниз, а носок вниз. Хочу еще заметить, что тренировки также не рекомендуется для людей, у кого есть проблемы с суставами и для людей, которые беременные девушки. Как бы это странно ни звучало, но бывают и такие. Так как является эта тренировка высокоинтенсивной, во время тренировки у нас сжигается максимальное количество калорий, то есть это около 500 килокалорий за тренировку, что на других в принципе тренировках этого очень тяжело получить. В конце тренировки мы заканчиваем это все заминкой. Мы останавливаемся, для того чтобы остановиться мы можем нажать кнопку стоп, после чего мы освобождаем одну ножку и тянем колено к груди. Самое главное это мы не опрокидываемся назад. Спинка ровная, мы тянем колено к груди. Можно также добавить круговые вращения стопой. Так как у нас стопа все-таки работала, ей нужно тоже немножко размяться. И в другую сторону. Хорошо. Теперь мы отводим ногу назад и прижимаем к ягодичной. Можно также придерживаться за руль. Наша задача сейчас не упасть, наша задача растянуть. То, что мы сейчас тренировались, наши мышцы уже разогретые, их нужно порастягивать. После чего мы можем уже положить нашу ногу на руль. У кого достаточно тяжелая растяжка, он может кладить ногу на кнопку стоп. Ну, как мы видим, у Виктории очень хорошая растяжка и мы тянемся к носочку. Самое главное это не делать никаких резких движений. Все должно быть очень плавно. Теперь мы снимаем ножку и кладем ее в сторону. Колено отводим к полу и тянемся к носочку. Хорошо. После этого мы можем поменять ногу. Так же самое мы тянем к груди. Спинка ровная. Плюс круговое вращение стопой. Теперь тянем ножку к ягодичной. Если вы не чувствуете, как у вас растягивается передняя поверхность бедра, можно ножку немножко назад еще больше отвести. После этого, так же само мы кладем ногу на руль и тянемся к носку. Стараемся выравнивать колено и одной и второй ноги. Если вам тяжело сразу до носка, пусть это будет первое до колена, но главное, чтобы нога у нас всегда была ровная. Теперь так же само мы кладем ножку в сторону, колено к полу. Тянемся к носку. Хорошо. После этого мы плавно снимаем ногу. Можно уже не вставлять петлю. Теперь аккуратненько спускаемся на одну сторону и вытаскиваем вторую ногу. Теперь подходим к велосипеду. Руки кладем на велосипед. Самое главное, велосипед на себя не тянем. Мы просто прогибаемся в спине. Сводим лопатки. Руки немножко выше головы. Продолжаем дышать. Дыхание никогда мы не задерживаем. Хорошо. Приподнимаемся. Теперь одна нога у нас запрокидывается на вторую ногу. И так же само мы тянемся к велосипеду и пересаживаемся на вторую ногу. Держись двумя руками. Присаживаемся на вторую ногу. Этим самым мы растягиваем ягодичную, которая у нас была очень хорошо включена в работу. Стараемся больше сидеть на ноге, не тянуть велосипед, иначе велосипед может просто на вас упасть. И меняем ножку. Стараемся это все делать без резких движений. Все очень плавно. До предела. Если вы чувствуете, что уже мышца тянется, немножко зафиксируйте. Посидите в этом положении. Не доводите до такого безумства боли, когда вы уже не можете терпеть. Надо вставать. Хорошо. Теперь мы делаем вдох. Вдох. Восстанавливаем наше дыхание. Выдох. И расслабили. Наклонились, потянули заднюю поверхность бедра. Еще раз вытянулись. Вдох. Полностью вытянулись. И наклонились, потянули заднюю поверхность бедра. Хорошо. После этого мы одну ногу ставим на пятку. Вторая у нас нога немножко будет согнута. И мы тянем за носок к себе. Растягиваем к голеностопе. Опять-таки резко мы не дергаем. Все очень плавно. И меняем теперь на вторую ногу. Хорошо. Тоже, сегодня на занятии мы дизналися правила тренувания на сайклингу. Соблюдайте правила и будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова